Вот и получили мы долгожданное обновление «Шёпот в стенах», последний крупный контент этого года и начало новой ветки многолетнего повествования. Время подробных разборов ещё наступит, но что касается первых ощущений, то довольно просто заметить, как за основу взяли контент Заримана. Чего я и ожидал, ибо формат всё тот же – набор случайных локаций с хабом Синдиката. Однако квест здесь устроили куда лучше ангелов Заримана, который ощущался как растянутое обучение местным игровым режимам. Жаль, что половину квеста мы уже видели на Танаконе, ибо происходящее здесь оставляет самое сильное впечатление, где мы исследуем лаборатории Альбергта, переходящие в измерения безразличия. Сегмент 99-го года тоже имеется, хотя это можно назвать лишь интерактивным тизером. Вторая половина квеста таки оказалась обучением местному фарму, однако скуку разбавили всякими происшествиями, включая реплики призрака, которые порадовали. Однако сам оператор и схиталец почти никакого участия не принимают в событиях, что разочаровало, ибо хотелось мне больше их взаимодействий наблюдать. Судя по всему, грядущая сюжетная арка ставит на передний план конфликт Альбрехта и Человека в стене, где нам отводят более сторонний взгляд. Но не всё так плохо, ибо создаётся ощущение наличия конкретного плана на будущее, иначе не было бы смысла придумывать новую фракцию врагов. Хотя немного меня удивило, что сражаются они вместе с новыми мехами, стычки между собой те не проводят. Тот сюжет, что нам успели поведать, оставляет больше вопросов, что было ожидаемо для начала новой главы, но ответов таки получили мало. Пока что всё сводится к нашей подготовке для обновления 1999. Новый Синдикат тоже не помогает с восприятием ситуации, представляя собой помневший зверинец. Каждый прилагается со своим эмоциональным багажем проблем. Хотя на таких странностях Варф и живёт. Плюс это подходит для атмосферы странной лаборатории. Переходя на конкретику, игровые режимы здесь вызывают интерес применением прошлых игровых механик. Например, как можно здесь находить свои медальоны в стиле перья в бездне, и скрытые проходы выполнены недурно. Заимствуют элементы типа нагрева труп из Раулджека, призыв некромехов из сопряжённого выживания. Есть и свой вариант зеркальной обороны, дохранилищ Оракен. Последняя имеет недельный предел наград в 5 забегов, и ключи берутся прямо на миссии. Уровень врагов здесь является самым высоким, среди прочего контента игры, если брать начальное значение. Жаль только, что режим этот сейчас страдает от малого количества врагов, что делает забеги медленными. Миссия убийства здесь получила развитие, ибо добавили предварительный этап на сбор глаз. Ведь слишком часто убийства напоминают захваты, где мы пробегаем сквозь весь уровень. Алхимия порадовала необычным подходом, где нужно варить комбинации элементов. Хотя такое бы пригодилось новичкам, чтобы их обучить типам урона. Появляются на местных заданиях и некие двойники, для убийства которых нужно бежать за другой целью. В общем, первые часы фарма были наполнены хаосом, пока я пытался разобраться в том, что происходит. Жаль, что убрали функцию личного ухода из отряда. Для той же зеркальной обороны это доступно, а для алхимии это сделать не додумались, пока я проходил заказ. Зариманский лифт был хорошим решением, и здесь от него отказались. Как по мне, то зря. Фарм предстоит затяжной, хотя бы по той причине, что нас снова ограничивают дневным пределом репутации, отчего нас избавили на дубире. Хотя подобная прогрессия кажется более знакомой и уже привычной. Для того же сегмента на варку новых осколков нужен четвертый ранг. А ведь еще есть системы типа Тенакай, включая мистики да адаптеры. С другой стороны, неплохую долю контента готовы продать сразу за платину. Адаптеры для мистиков тоже поступили в продажу. Система растворения мистиков звучит неплохо, как альтернатива изначальному фарму и торговле. Но без системы гаранта трогать это не особо хочется. Однако цена на зарядку уже неплохо так упала. Лично для меня запуск обновы прошел почти безболезненно, кроме пары подвисаний при запуске игры и софтлока при отказе в заходе на ячейки нетры. Но жалоб от игроков хватает. Будь то пропажа наград алхимии, провал первой миссии квеста или даже отсутствие гримуара. Насчет последнего советуют обращаться в поддержку. Но варв без багов это как лес без деревьев, потому ждем исправления. Клановую операцию запустят 18 декабря в 19.00 по МСК. Времени еще много. Что касается кроссейва, то запускать игроков начнут уже сегодня, причем постепенно, то есть не всех сразу. Но под конец года функция должна открыться всем игрокам. Проверить доступность кроссейва можно на странице управления аккаунтом, что на официальном сайте. Тревоги на сего года и эпиталф уже доступны. Глиф прилагается с нейроптикой, а времени дают целую неделю. На этом пока что все. Всем всего, всем удачи и всем пока.